Добрый вечер, программа «Насправде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур и я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте и с праздником, хотя и с прошедшим. С праздником. В первый раз мы официально и уже в статусе не рабочего дня выходного отмечали День защитника Украины. Я знаю, что было довольно много мероприятий в Харькове и в области, которые и официальные и неофициальные наверняка. Вот ваши отношения, ваши ощущения, может быть, ваши и ваших коллег от происходящего, от этого дня. Вот что это за день? Ну, хочется начать с того, прежде всего, да, это впервые в нашей независимой Украине учрежден указом президента Петра Алексеевича Порошенко праздник День защитника Украины. Это праздник всеобъемлющий. Мы понимаем, что он рожден в непростое очень время. Сегодня наша страна переживает, и мы, я уверен, что переживем и победим, и отстоим нашу позицию в непростое военное время. Мы понимаем, что люди сегодня, которые жертвуют собой, это тот пример патриотизма, героизма наших людей, простых людей, простых наших граждан, благодаря усилиям которых, жертвам, которые люди себя отдают всецело, и здоровье свое оставляют там, и жизни оставляют. Это действительно те герои, благодаря которым вся эта ситуация не распространилась на дальнейшую территорию. Она была локализована, она была локализована, и в том месте мы надеемся, что мы все-таки достигнем путем и военных, и политических, прежде всего, договоренностей, чтобы количество жертв, именно наших людей было нивелировано максимально, мы достигнем мира, победы и восторжествует справедливость в конце концов. Поэтому наша страна сегодня оказалась под воздействием внешней агрессии и военной агрессии. Это тяжело, это сложный период времени, мы его переживаем, но без внимания мы не можем оставить. Но хочу подчеркнуть, согласно указу президента, этот день, прежде всего, конечно, он рожден в определенных условиях, в определенных событиях, но это праздник всеобъемлющий. Это праздник защитника Украины в любой исторический период, во все времена, в которые бы не происходили какие-то ситуации, когда были вынуждены люди подниматься на защиту нашей страны, целостности нашего государства, независимости нашего государства. Поэтому это праздник для всех. Это праздник и ветеранов, которые пережили и Вторую мировую войну, это и военные ветераны, которые переживали разные локальные войны в бытность нашей страны и не только. Это, прежде всего, сегодня этот праздник, он объединяет всех. Это праздник, который объединяет не только воинов, но большую, мы знаем, сыграли роль в этих процессах и волонтеры, и общественное движение, и врачи. То есть каждый на своем месте вносит свою лепту, вносил и будет вносить, я надеюсь, в дальнейшем, потому что именно в ходе этих событий у нас изменилось сознание у людей. Мы понимаем, что на сегодняшний день самоопределились люди, они себя уже самоидентифицируют совсем по-другому, нежели это было до всех этих событий трагических, которые случились с нами. Это действительно придало силы и нации в целом, и нашему народу, и армии, безусловно. Поэтому не зря говорят, что сила непокоренных, мы сегодня приобрели ее, и мы действительно таким и есть. И мы это доказываем всему миру, и это все видят и понимают. И мы понимаем, какой скачок у нас за полтора года и рост произошел, и прежде всего в армии. Потому что даже общаясь с военными, мы понимаем, что на начальном этапе у них не было ничего, кроме автоматов. Армия была не готова фактически к военным действиям, к открытому противостоянию. И только лишь носили на духе, на внутренних качествах тех людей, которые первые встречали эту ситуацию, которые удерживали ее, благодаря им была возможность оперативно развиваться. У нас сегодня совершенно другое техническое оснащение. Материно-техническая база совершенно иная, в отличие от полуторагодовалой давности. Поэтому сегодня, конечно же, есть существенные подвижки в этом вопросе. И есть полное понимание того, что действительно это праздник всеобъемлющего. Но я подчеркиваю, чтобы не было спекуляций, инсинуаций, как часто бывает у нас. Это праздник для всех во все времена, для всех ветеранов, которые защищали нашу страну. Этот момент был достаточно ярко виден во время трансляции речи президента на Хортице, когда были вывешены все флаги, исторические флаги государственных образований, которые на территории УНР, и державы Гетмана Скоропадского, и современный флаг Украины, и казацкие флаги и так далее. То есть можно вспомнить, что это же еще и день украинского казачества. Это не только день украинского казачества, это еще и большой православный праздник, покрова Святой Богородицы. И опять же, не случайно была выбрана именно эта дата, потому как историческая справедливость восторжествовала, и именно этот день, святой этот праздник, это был днем защиты и покров украинского войства, украинского казачества в том числе. Поэтому еще раз говорю, это всеобъемлющий праздник, который имеет свои исторические традиции, но на сегодняшний день это все именно сложилось так, как должно было сложиться, но правда под воздействием внешних факторов. Вот есть четкое ощущение, я вчера тоже был на нескольких мероприятиях, есть четкое ощущение того, что фраза «народ и армия едины», которая раньше была такая, скажем, избитым штампом, она наполняется реальным смыслом. Действительно, есть искреннее уважение у людей, обычных людей, к людям в форме. Собственно, армия – это и есть часть народа, и, конечно, огромное им почет и уважение тем, кто стал на защиту Родины в этот сложный момент. Вы совершенно правы в том, что и врачам, и волонтерам, и простым людям, которые, в общем-то, жертвовали иногда последние, тоже надо сказать спасибо за то, что мы сейчас спокойны в мирном городе, и мы можем вести вот такого рода разговоры. Но и большая, наверное, все-таки нагрузка на власть, на ответственность власти. Что делается для того, чтобы по достоинству вознаградить за тот труд, за отданное здоровье и так далее? Конечно, мы понимаем всю степень ответственности и полноту той самой ответственности, которая на нас лежит, которую мы на себя берем. И сегодня пытаемся решить многие вопросы, потому как это тоже для нас ново, как для нас нова сама война, как для нас нова сама военная доктрина, которая является сегодня существующей, так и нова для нас, и те условия, которые мы должны создать для людей, которые, еще раз говорю, воюют на передовой. Это и социальные моменты, это и лечение, это и обеспечение. Поэтому сегодня это все делается. Мы сегодня делаем в полной мере. На сегодняшний день уже несколько сотен участков выделены участникам АТО, то, что декларировалось со стороны государства, и мы на местном уровне, под руководством Игоря Райнина, это все делается. Губернатор этот вопрос держит на особом контроле, и у нас персональная ответственность у всех чиновников, занимающихся этими вопросами. Сейчас приобретаются за государственные средства квартиры для семей погибших. И это только начало. И я понимаю, что и первая волна, она тяжело идет, потому что сложные механизмы, мы понимаем, есть объективные трудности, мы о них не будем говорить, но мы двигаемся вперед, и я уверен, что все вопросы, все моменты, которые сегодня возникают, они будут решены. И очень важно, что сегодня у нас уже достаточно зрелое общество, и даже у воинов, которые принимали участие в антитрористической операции, уже рождаются свои общественные организации, с которыми мы взаимодействуем, работаем очень системно в последнее время, уже совершенно мы выходим на новый уровень общения, уже люди знают, куда им обратиться, у нас уже отработан алгоритм, и благодаря совместной этой работе мы решаем те проблемы, которые сегодня существуют реально. Ну что же, мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами. Это программа «Насправде», и у нас в студии Михаил Черняк, кандидат в депутаты Харьковского областного совета блок Петра Порошенко «Солидарность». Есть мнение, не знаю, насколько оно справедливо или нет, что партиям, которые находятся в данный момент у власти, намного легче вести свою избирательную кампанию. Я знаю, что вы ведете эту кампанию в городе, это шестой у вас, да, шестой? Шестой округ – это Киевский район. Вы встречаетесь с людьми. Чего больше все-таки на данный момент в общении критики в адрес власти или, может быть, понимания того, что делается? Хочу вам сказать, основная задача, которая сегодня стоит перед нашей командой и передо мной в частности на работе в своем округе, и то, что я хочу привнести в работу именно в депутатской деятельности, это именно то, что у нас есть такая устоявшаяся, скажем же, нехорошая традиция, что люди, общая масса и органы власти – это, как правило, оппозиция друг к другу. Это совершенно неправильно, это нужно менять. Мы должны быть солидарны во всех наших начинаниях и действиях. И мы понимаем, что эта проблема должна быть нивелирована, а именно путем конкретной работы, решением конкретных задач, решением конкретных проблемных вопросов. На сегодняшний день ситуация очень непростая в стране, мы это все знаем, это есть и внешние факторы, и внутренние, и экономика, и война, и политика, очень много факторов, которые не способствуют развитию и конструктивному диалогу именно власть и люди. Но хочу сказать, что именно Петр Алексеевич Порошенко на сегодняшний день президент нашей страны, он является тем инициатором тех реформ, которые необходимо проводить в стране, потому как реформы, они не вовремя всегда, когда бы они ни были. Тем более их сложно проводить в такое время, которое сегодня переживает наша страна. Но они необходимы, изменения нужны. И, как бы это ни звучало, но любая болезнь, что через период обострения. Мы знаем все трудности, мы не будем говорить, что хорошо, что плохо. На местном, региональном уровне глава нашей партии «Солидарность» Блока Петра Порошенко, Игорь Вович Райнин, точно так же является проводником тех реформ, инициатором реформ на местном уровне. Сегодня легко критиковать власть, очень просто, много факторов, сидеть и говорить, как все плохо, ужасно, но при этом ничего не делать. Мы же те люди, та команда людей, которые пришли во власть сознательно в этот период времени. Я, в частности, вообще не был никогда чиновником, скажем, до событий после революции гидности, которые поспособствовали моему самоопределению, моему сознанию. Я пришел именно с целью что-то делать. И я, находясь уже в структурах власти, понимаю, какие есть проблемные вопросы. Я понимаю, какие есть сложные механизмы, которые нужно модернизировать, усовершенствовать, а некоторые вообще в корне изменить. Именно поэтому и мы идем в советы, в местные, потому как сегодня в ходе реформ есть процессы децентрализации, в том числе и власти, изменения власти. Совершенно другая ответственность будет уже у депутатов. Это не будет уже закрытый элитарный клуб, клуб по интересам. Это, безусловно, должны быть реальные представители от тех громад, которые выдвигают своих депутатов в органы местного самоуправления, которые будут заниматься текущей работой, реальными вопросами. Поэтому хочу сказать, что наша команда, наша команда – это, прежде всего, действие. Мы не боимся брать на себя ответственность в самые сложные периоды, когда легко говорить, показывая, как все плохо. Но у нас есть достижения, и мы реально работаем на сегодняшний день. Кто бы что ни говорил, но даже в такое трудное время те реформы, которые сегодня проводятся и на региальном уровне, начиная с бюджетной децентрализации, которая уже сегодня воплощается в жизнь, по итогам только этого года сведенный бюджет Харьковской области получает плюс 4 миллиарда. Из этих денег сегодня приобретаются и школьные автобусы, и скорые помощи, и медицинское оборудование, и проводятся ремонты, и спортивных учреждений, и школьных, и дошкольных, и переоснащения. Делается большой спектр тех конкретных вещей, которые можно сделать даже в такое трудное время. Мы понимаем, что сегодня весь бюджет ориентирован на оборону страны. Это объективная реальность. Мы понимаем, что экономическая ситуация не способствует улучшению, но при всем при этом мы изыскиваем возможности. Если взять пример, те же спортсмены, выплачены были стипендии, которые 4 года не выплачивали не олимпийским видом спорта. 4 года. Казалось бы, в то же самое время, когда было все благополучно и хорошо, но этого не делалось. Количество детей, отдохнувших за счет бюджетных средств в этом году, существенно вырос по сравнению с прошлыми периодами. Поэтому есть достижения. Конечно, они, наверное, не видны сразу. Но еще раз подчеркиваю, самая основная наша задача, мы не боимся брать на себя ответственность. Мы берем и делаем. Мы не говорим, сидя дома, на кухне, на диване, в других местах. Мы не выходим с неконструктивным, как делает это часто оппозиционные силы. Потому что, еще раз говорю, всегда хорошо быть в оппозиции, ни за что не отвечая. Но не те ли оппозиционеры сегодняшние привели к тому положению вещей, которое сегодня есть в стране. Это же не в один день все образовалось, не в один день все разрушилось, не в один день стало плохо. Была проведена определенная работа, которая привела к таким последствиям. Сегодня выгребать, извините, с другой слова, не подбираясь этой ситуации, конечно, сложно. А с другой стороны, если мы не будем этого делать, то кто же это будет делать? Поэтому тут очень важно достичь понимания с людьми, и чтобы люди понимали. У нас принцип работы на сегодняшний день полная открытость и прозрачность. Можно любить, можно не любить. Это отдельные вещи. Можно нравиться, можно не нравиться. Но все должны понимать, что в ходе грядущих реформ, которые мы реализовываем здесь, ответственность и самих людей, и самих избирателей тоже будет возрастать. Сегодня по программе президента Петра Порошенко вся полнота власти должна передаться максимально людям, для того, чтобы они несли тоже ответственность. Чтобы закончилась позиция, я не знаю, что происходит во власти, но власть плохая, потому что она плохо сделала. Для этого и происходит выбор. Поэтому выбирайте. Поэтому будьте активны. Я обращаюсь к избирателям обязательно. Приходите на участки, поднимайтесь, идите и голосуйте, выполняйте свой гражданский долг. Это ваше конституционное право. Никто ни за кого ничего не решит и не решает. Поэтому прежде всего хочется, чтобы мы все были солидарны в нашей ответственности. Мы, коль мы идем в депутаты, мы берем на себя дополнительную ответственность от тех громад, которые мы будем представлять в тех или иных советах. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, чтобы мы были все едины. Только тогда мы достигнем результата. Только тогда у нас будут реальные улучшения, изменения. И не надо бояться реформ. Все реформы, они в итоге дают позитив. Я не зря привел пример бюджетной децентрализации. Все об этом говорили, нас критикуют. Но за дополнительные средства сегодня приобретаются какие-то материально-технические базы, улучшаются области, районов, города. Поэтому все бюджеты получили дополнительные средства только по итогам этого года на сегодняшний день в очень непростой ситуации. Получается так, что вы говорите о реформах. И да, действительно, отношения двояка. С одной стороны, как-то как-то они всегда пугают и всегда действительно не вовремя. С другой стороны, есть часть людей довольно значительная, которые критикуют за то, что эти реформы либо медленные, либо половинчатые, либо еще какие-то. Но голосуют в итоге, как-то получается, что не за реформы или их отсутствие, а за то, что кто-то пришел и сделал там, не знаю, два метра асфальта возле подъезда, покрасил там чего-то, поставил лавочку и так далее. Это почему, Владимир? Это же люди привыкли. Люди привыкли. Вот я и хочу спросить, а как вас... Должен быть государственный подход. Вот у нашей команды на сегодняшний день, работающая в областной администрации во главе с Игоревичем Раненым, наша команда, которая сегодня является представителями партии «Солидарность», мы хотим этот подход изменить. Мы хотим подходить к государственным масштабам, с государственными принципами подхода. Это не частная организация, депутатский корпус или орган власти местной. Это государственные программы, которые надо реализовывать. Надо развивать местные программы. Почему советы местные? Местные программы, местные бюджеты, целесообразность, направленность. Когда входит тех же самых реформ, сегодня будет другая ответственность у депутатов, они будут думать, и люди будут понимать, кого они избирают, а что делается. И все привыкли, что из бюджета никогда ничего не делается, что на местном уровне ничего не решается. Все ждут чего-то из Киева, когда кто-то что-то передаст. А непосредственно на выборы люди просто ставят скамейки, делают дороги, и люди определяют, этот что-то сделал, этот хороший, этот не сделал, этот плохой. Вопрос не в этом. Надо уже немножко расширить кругозор, расширить свое понимание ситуации. Конечно, нужны и точечные проблемы, и точечные локальные решения вопросов, и частные случаи. Поэтому депутаты должны работать на своем округе с людьми, которые могут прийти к депутату, обозначить круг своих проблем. А он находит возможность их решения в рамках действующего законодательства, и привлекая эти программы, развивая программы регионального развития, и так далее. То есть, тут комплексная работа должна быть. Поэтому очень важно, чтобы люди почувствовали, что на самом деле сегодня идет новое построение взаимоотношений люди-депутаты, люди-власть. Это очень важно. Минута остается. У меня последний вопрос, если можно уже коротко. Как вы оцениваете собственно ход компании, которая практически неделя-то буквально осталась. Я имею в виду как собственно деятельность ваших непосредственных конкурентов, так и те перспективы, которые компания на ваш взгляд, на данный момент для блока Петра Порошенко солидарности, какие перспективы складываются на сейчас у избирателей. Ну, знаете, гадать не хочется, все покажет негодание прогноза. Я к прогнозам отношусь скептически. Я просто хочу, чтобы люди сильно понимали, что сегодня быть во власти непросто. Это наш осознанный выбор. И мы идем на эти риски, понимая, что кто-то должен делать конкретные реальные вещи. Мы это делаем. Время непростое. Мы знаем все трудности, знаем все сложности. Но у нас нет волшебной палочки. Это должна быть кропотливая работа. Мы должны изменить всю систему, в том числе, начиная со взаимоотношений и в дальнейшем реализации тех программ на местном уровне, которые должны быть реализованы. Поэтому, еще раз говорю, те достижения, которые уже у нас есть, нам есть чем гордиться. И я уверен, что мы будем двигаться дальше. И наш избиратель, который нам симпатизирует и понимает ту ответственность, которую мы сегодня на себя берем, он будет с нами. Я уверен, что мы реализуем много хороших, правильных вещей для региона. Евгеньевич, спасибо большое, что сегодня были гостем нашей студии. И спасибо, что смотрели нас сегодня. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Михаил Черняк, кандидат в депутаты Харьковского областного совета от Блока Петра Порошенко. Солидарность. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова